Приветствую вас, на нем давайте разберем вопрос, который вы задаете. Ситуация заключается в том, что у вас двое детей, 9 и 4 года, и есть проблемы с модем. А также со старшим сыном. Вы пишите, что с мужем у вас не доладилось, он ничего не делал по-дому, не уделял внимания семье, детей гонял и шпинял за крики, вот, сидел только за компьютером, поэтому вы, собственно, с ним развелись, он стал часто пить пиво, вы начали испытывать к нему отношения, в итоге вы развелись. Сын принял развод спокойно, старший имеется в виду до того, как наступил карантин. В карантине вы стали вместе проводить больше времени, сыну стало тяжело, и в итоге он изъявил желание жить с отцом. Ушел к нему жить. Отец, значит, по достижению сына 10 лет, хочет подать на развод, ой, на то, чтобы сын жил с ним. Вот, а вы в шоке от того, что происходит, не знаете, что делать, плачете, не можете спать, и при общении с сыном не можете вести себя так, как будто ничего не произошло. Ему от этого неловко. Смотрите, здесь ситуация, конечно, непростая для вас, безусловно, потому что речь идет о материнском, так сказать, инстинкте, о материнском чувстве. Вот, здесь речь идет о конфликте определенном, вот, безусловно. И, честно говоря, мне кажется, вот первое, на что вам нужно ответить, тот вопрос, на который вам нужно ответить для себя, это вопрос, чего я хочу для своего сына, в первую очередь. Чего я хочу для сына, честно сказать. Честно спросить себя, честно ответить себе. Второй вопрос, на который вам нужно дать себе ответ, это вопрос о том, чего я хочу для себя. Сама для себя, чего я хочу. И связано это как-то с сыном. В пути решения проблемы несколько можно договариваться как с сыном, то есть устанавливать с ним контакт, устанавливать с ним общение, да. Вот, интересоваться его жизнью не с позиции матери, а с позиции больше такой подруги. То есть как-то вот повышать свою привлекательность для сына. Можно восстановить отношения с отцом настолько, насколько это возможно, с ним контактировать и тогда через отца уже общаться с ребенком. Скорее всего ребенок увидит, что отец к вам больше расположен, да, будет общаться с вами тоже. Есть вариант и наладить внутреннее состояние, привести себя психологически в норму, создать некую единую такую позицию, которую вы могли бы продвигать и, собственно, быть той, кем вы являетесь. Потому что у вас как-то вот в тексте, вы знаете, очень смазан образ, вообще вот ваш психологический образ очень смазан. Единственное, что я мог бы выделить, это, наверное, контроль, потому что чего бы вот сыну вашему от вас угодить, если, как он говорил, даже не замечает, что папа он с вами не живет. Оснований не верить сыну, наверное, нет, потому что про обмана ранее вы ничего не говорили. То, что это значит для вас, вот, уход сына к концу, тоже очень важно проработать, потому что, ну, понятно, что это неприятно, понятно, что это не самое веселое событие в жизни, которое может быть. Но, с другой стороны, если сыну так лучше, то почему нет, да, то есть принять выбор ребенка, если вы желаете ему, например, счастья, вполне себе конструктивные истории. Другое дело, что вас это может задевать, другое дело, что ваша любовь к нему подразумевает, ну, какое-то ваше определенное состояние. То есть не его состояние, а ваше. И вам сын нужен. Понимаете? И здесь, конечно, более глубокие вопросы встают. Например, то, что многие женщины, выстраивая проблемные отношения с мужчинами, переносят на своих детей свои желания относительно мужчин. И видят в своих детях, в своих сыновьях мужчин. И держатся за них так, как будто они мужчины и требуют от них быть мужчинами, ну и так далее. Не говорю, что эта история прям про вас, но есть причины, по которой вам сложно принять выбор своего сына. Это может быть и какая-то история о том, что вы плохая мама. Это может быть история о том, что вы вас сбросили. Это может быть история страха одиночества, что, в принципе, недалеко от предыдущего варианта. Вот, это может быть потеря смысла жизни. Вот, и тогда мы говорим про наполненность вашей жизни уже собственной, своим собственным смыслом, да, не имеющим отношения к детям и так далее. То есть, все вот это вот очень важные моменты. То есть, важно не смешивать своё и... То есть, относиться к ребёнку. Ладно, поработать с обидами, да, если они на мужа, на сына и так далее. Ладно, поработать и, возможно, прожить, опустить те чувства, которые у вас сейчас есть в связи с уходом сына. Наконец, как справедливо отметила одна из моих коллег, надо выстроить грамотную линию поведения, линию общения с сыном. Подробнее об этом вы можете почитать в книге Юлии Борисовны Гиппенрейдер «Общаться с ребёнком как». Там, в общем-то, довольно подробно описано, как можно общаться с ребёнком. Но... Самое главное... Это ваша внутренняя неслобода. Понимаете, существует такой жизненный сценарий, который называется «Моточка Хаббард». Вы можете почитать о нём в интернете. В этом сценарии есть определённая роль у человека, в данном случае у вас, по моему мнению. Который заблуждается в контексте причинно-следственных связей относительно своего жизненного пути и своих задач, касаемо других людей. Например, вам кажется, что, беря всё на себя и, собственно, выстраивая такие отношения, в том числе с мужчинами, когда вы всё берёте на себя, вам кажется, что подобная требовательность к себе – это необходимость. Без этого вообще-то нельзя. Ага. Ну, помимо того, что это заблуждение, что нельзя. Есть ещё нюанс такой, что все ваши подавленные желания, они, безусловно, есть. Чувствуются вашими детьми. И возникает либо стыд их, что, скорее всего, будет у вашего младшего ребёнка, если вы не измените свою модель поведения. Либо антисценарий, когда в таком же однополярном поведении человек реализовывает то, что запрещал себе родителям. Именно что в однополярном формате, однополюсном. Понимаете, да? То есть дисбаланс. И, скорее всего, я вот так вот предполагаю, что чисто вот глобально, чисто глобально, если мы не берём глубинные проблемы ваши, о которых я немножко сказал, что, чисто глобально, ребёнок ушёл не к отцу, а к чувству свободы. К чувству, к чувству, к чешению, может быть, больше открытости, меньше зажатости, меньше напряжённости, меньше их требований. И я понимаю ваше желание вернуть сына, чтобы он жил с вами. И понимаю вашего мужика, который, скорее всего, там, хочет отомстить, да, подавая в суд. Как вы думаете, хочет, ну, хочет отомстить, что ещё больше обиду у вас разжигает. Но стоит подумать о том, куда вернётся ваш сын. Вот он завтра приходит к вам. Просто подумать. Он завтра приходит к вам. Говорит, мама, прости, я, там, всё понял, условно. Вот. Что вы будете делать? Вот он вернулся. Вопросы обращения. Вы будете действовать так же, зная, что его не устраивает. Может быть, он и раскаивается, но, на мой взгляд, весьма опрометчиво предполагать, что сын ушёл вот просто из каприза какого-то. Я думаю, что нет. Вот что вы будете делать? Понимаете? Вот эти перемены вам необходимо для себя наметить и вместе со специалистом, если одной сложно, их как-то всё-таки совершить. Так, по крайней мере, вы сможете, ну, вы сможете рассчитывать на то, что сын будет счастлив. Вот. В целом, ну, у каждого человека человека есть свои, безусловно. Ресурсы для решения тех или иных задач и, безусловно, он требует от вас, скажем так, перемен, да, требует от вас того, чтобы вы двигались вот в каком-то одном направлении, наверное, было бы заблуждением. Я просто хотел бы, чтобы вами был выбран путь наиболее приемлемый для вас, либо через налаживание контакта с собой, либо через налаживание контакта с сыном, либо через налаживание контакта с мужем. И, может быть, ещё какой-то вариант вам придёт в голову. Но, но, обязательным критерием, обязательным критерием любого варианта выступает следующее. Деятельность и поведение не вызывающее у вас напряжение. Деятельность и поведение, проходимое и проживаемое вами, естественно, цели такого поведения, отвечающие вашим ценностям. Чтобы вы могли уверенно сказать в ответ на несогласие с вами, что я считаю так важно, так нужно, мне это откликается, я буду, условно говоря, отстаивать свою позицию. Не потому, что я должна, не потому, что я по-другому боюсь, не умею, а потому, что хочу. Только так вы сможете занять то место в жизни людей, значащих для вас что-то, которого вы достойны. Ну, а уже за градации этих ролей вы будете отмечать сами. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.